Большое спасибо за донат. Человек с никнеймом Древесный Слухач спрашивает, что думаешь по поводу таких типа показательных карательных рейдов на чинуш? Давай посмотрим, что за показательный рейд, скажу, что думаю. Что там вы ходили, пожалуйста, вставайтесь на месте. Проверение экономических запасов. Я ничего не беру, у меня производства эти находятся на исполнении, я сейчас посчитал деньги, сколько здесь, я вызвал бы пристава, он выписал бы сейчас. Я пока не понимаю, что это за хуйня. Я честно соглашусь тут с комментаторами в основном. Просто мелкая рубежка для того, чтобы... То есть уже народ даже не верит в эту хуйню. Все в порядке, вы присадите. Конечно, все просто, блядь. Клоунада. Кто это, мы пока потом разберемся. 51, 52, 53, 54. Сейчас вызываем следователь, понятых. Руки, понятые, понятые. Внутри. Внутри. Ничего сказать не могу. Присаживайтесь, пожалуйста. Глава Старбачатского сельского поселения Рыжов Евгений Анатольевич. Значит, мы с Главным управлением, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции, МВД России по Кемеровской области. Договоренность о деньгах была у вас? Договоренности о деньгах не было. То есть, ранее вы вопрос о получении денег от гражданина не обговаривали? Нет, не обговаривали. Не обговаривали. Я вам все рассказал. Смотрите, Крисус Ильич. Заместите главы администрации города. Я понял. Сейчас к вам человек заходил. Да. Кто заходил к вам? Что это за папочка? Покажите, пожалуйста. Давайте посмотрим. Это подожжим. Вообще не желательно. Давайте я не буду смотреть. Давайте я не принесу. Давайте. Ху-ня себе. Попал. Что это такое? Лихо. Ничего не трогайте, пожалуйста. Нет, нет, нет. Ничего не трогайте? Это вообще... Все, папочку закрывайте, как она была. Да, в видосе звук такой дерьмовый. Глава... Этот работает. Глава администрации, да? Походите, присаживайтесь. Ну, это да, все, конечно, просто смешно. Долгоф, ну да. Дальше самое интересное. В ходе беседы с задержанными выяснилось, что милиционерам деньги подбросили неизвестные личности. Пока инспекторы ГИБДД честно выполняли свой долг на дороге, кто-то прокрался незаметно в служебную машину и оставил на переднем сидении 50 тысяч рублей. Меня не было здесь, я подошел. Я же подошел. Про совершение данного в день за спешку... Да, я здесь вообще не знаю. Я подошел. Ну вот такие копейки просто, 50 тысяч рублей, прям вот ну, не смешите, мои подковы называется. Чем вы меня кормите? То есть вы нашли деньги... Вот все, что хочется сказать по поводу таких видосов, это вот что за хуйня вы мне втираете, блядь. Да, да, под папкой. Ложи в карман, да, по звукам, вот все. Кому они вас кормят? Браво. В ходе обыска машины и личного досмотра ломоносовских милиционеров были изъяты меченые деньги. Подельники уже успели их распределить по справедливости. Номера купюр, естественно, совпали. Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания Сосново-Борского отдела внутренних дел. Заведено уголовное дело. Заведено уголовное дело. Заведено уголовное дело. Покажите, пожалуйста, документы на данной машине. Как проклятые. Кто был на встрече в этом ресторане с вами? Пришел молодой человек, мужчина. Выпил с нами дверюнки и ушел. Как зовут? То, что подбросили, понятное дело. И успевал. Это распространенный способ избавляться. Ранее, с этим человеком, который с вами выпил дверюнки, вы встречались? Нет, не видел его. Ни разу? Там в машине есть какие-нибудь денежные средства? Я не знаю. Это ваш автомобиль? Документы у вас сколько лежали? Нам откроются сами автомобиль? Ну? Что находится в машине? Я без понятия. Открываем бардачок. Находится бумажный пакет. Да, в пакете обнаружены денежные средства. Средства? Пяти тысячными купюрами. Это не мои деньги. Я вам объясняю. Я выпивал, сидел в ресторане. Следующие номера будут перешляться. Ну, блядь. Ну, да, показательная поебень такая, не знаю. Честно, кажется, что... Что так и есть. Ну, то есть, я тоже никакого... Никакого... Никакой радости особой не испытываю по этому поводу, что... Ой, блядь. Борьба с коррупцией. Вот, заживем теперь, заебись красиво. Ну, блядь, да. Ну, блядь.